Всем привет! Вы на канале MMA Top Show и специально для паблика ВКонтакте MMA Fighters KZ мы взяли интервью у Жалгаса Жумагулова, который одержал победу над Артуром Багаудиновым и вышел в финал гран-при Fight Nights в наилегчайшем весе. В этом интервью он ответит на вопросы наших подписчиков MMA Fighters KZ, также расскажет о подготовке к финалу гран-при наилегчайшем весе Fight Nights и расскажет где будет кстати этот финал против кого, а также расскажет как он отметил свою победу над Артуром Багаудиновым. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на паблик ВКонтакте MMA Fighters KZ, чтобы иметь возможность задать вопрос своему любимому бойцу и не пропустить вот такие вот интервью. Поехали! Что ты чувствовал после того, как отправил его в нокаут, точнее смог завершить боем, смог завершить бой, попал бэкфистом и что ты чувствовал после этого? Была задача такая, мы знали, что в первый раунд он был прессинговать, в общем. После первого раунда как закончился, я сел когда между опухом, мне мой секундант сказал, что все, ты выдерживал прессинг, делал прессинг, делал прессинг, делал прессинг, делал лохотрон, мы так называем. Детективно, с лохотрон, короче же. Начал заманивать меня, все, как видели, все, что поймал эмоции, конечно, очень рад был, потому что выиграл, вышел в финал, потому что не поделал своей страной. Потому что много кто мне писал, много кто за меня болел, многие просили, чтобы выиграл, не проиграл. Жалгас, расскажи, как сейчас твое здоровье, мы знаем, видели, точнее, в бою, что он очень серьезно тебе рассек бровь, и была проблема в том, что, возможно, бой могут остановить, как сейчас твое здоровье, как сейчас вот травм нет, ничего? Ну, я сейчас уже, ну, то, что мне там сразу после боя зашили, я уже эти швы сегодня снял, нормально, вот сегодня пришла на первый тренировок, ну, я тоже боялся, просто могут остановить, вот, самым большим, который боялся, кровь сильно шла, и она очень сильно мешала мне, не видел толком, голова заливала, ну, на ощупь дрался вообще, честно, не видел вообще, пера, ну и что. И как боец ММА, как, наверное, фанат, видел ли ты бои в Прайде, в бой, помнишь, такой, дрался Мирко Крокоп против Александра Емельяненко, и тогда Федор, брат, брат Александра, наблюдал за боем из своей раздевалки, и затем, после того, как Крокоп отправил в нокаут Александра, Федор очень сильно матерился, и в твоем бою мы видели реакцию Алиба Гаудинова, после того, как ты отправил Артура в нокаут. Его вопрос следующий, есть ли желание у тебя подраться с Алиба Гаудиновым? Ну, на это как сказать, ну, если, конечно, все поставят, я не откажусь, если его поставят там, ну, я буду за бою Дихим драться, короче, я буду драться на Астане, 19 мая буду драться. Да-да-да. С Шахом, Дэком буду драться, с Джейком буду драться. Ага, вот ты в одном интервью говорил, что хочешь подраться с Варданом и Сатряном, с ним не получится никак? Ну, в любом случае, конечно, он же первый, кто мне нанес поражение, хотел бы задрать реванш свой. Ну, это для тебя принципиальный этот бой, ты хочешь именно с ним подраться? Да-да-да, по Альбому, потому что я с самого начала обрадовался, когда он пришел в гран-три, потому что я долго ждал этого реванша. И до этого, когда еще, я Валаш Прайда просил, чтобы реванш остается, мы это никак не сделали, короче. Потом Файд Найт он пришел, я тоже очень обрадовался, был он там, наконец-то, в третий этап. Теперь как бы не получается, потому что они же уволили его, вот, и теперь они обратно его вернуть не могут, короче, потому что неправильно будет это. Ну, так они мне объяснили, и поспали вот этого британца, короче. Не буду драться с этим британцем. Порто так, ну, сейчас вот, пока мы завтра будем сидеть с тренером, обсуждать, где будем тренироваться. Ну, я, наверное, поеду в зал КТТ, который в Алма-Ате находится, который президентом является Кулигин Кумаров. Под руководством тренера там будет Адам Фокс, вот он с ним, наверное, хотел поработать, ну, партер, я имею в виду. А в Токе так же со своим тренером, вот, кто изначально с кем начал заниматься, а бег шел в фото. Ну, не будем, сейчас завтра сядем, будем обсуждать, как, ну, полностью, как будем тренироваться и готовиться под этим соперником. Соперник там, он у меня ударник такой, хороший, скоростной, выносливый. У него уже были пятираундовые бои, он дрался уже за титул. Ну, для тебя это пока первый пятираундовый бой, правильно понимаю? Да, для меня это первый раз будет, ну, ничего, я насчет функционалки не переживаю, сейчас я, ну, во многом все изменился, думаю, в любом случае буду драться до конца. То, что в моих силах все сделаю, чтобы забрать этот поезд, ничего. У нас теперь вопрос от фанатов, твоих фанатов, от фанатов ММА и от группы ММА Файтерские Зет. Вопрос такой вот, от Джанибека Каспера, он спрашивает, видел ли ты, что говорил Али Багаудинов перед боем, что Артур проедется по Казаху, даже не прочувствует его. Что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, я думаю, все он же выложил в этом сайте, то, что это было все на эмоциях. Думаю, он просто неправильно выразился. Ну, действительно, это были эмоции. Ну, концерт прошел, так что... Да, я видел то, что он говорил, ну, ничего страшного, я в любом случае был мотивирован, был настроен. Следующий вопрос от Ярослава Дюсюмбека, нашего подписчика, твоего фаната. Он спрашивает, что вот, говорит о том, что вот у вас очень успешная команда, где бортируются такие бойцы, как Сергей Морозов, Даурей Неремеков, Готи Дазаев. И всем вам удается успешно выступать и выигрывать. В чем секрет вашей команды? Ну, первое, наверное, то, что мы, это, ну, дружные, сплоченные. И потом мы все друзья детства, все друг друга с детства знаем. Так что... Ну, мы поставим друг другу, помогаем, вот, если фонг готовим, нас правил. Думаю, все в этом сплоченности нашего, то, что дружности. Потом, как можно, ну, подвести, когда вот столько фаната тебя болеет, поддерживает. В любом случае, уже произойдет, надо идти до конца. Вопрос следующий от Асета Убакирова. Он спрашивает, кого ты можешь еще отметить в весе до 57 килограмм, кроме Ахметова Кайрата, в нашем Казахстане? Кто может действительно дать жару в России? Как? Ну, кто может? Ну, кто там, наверное, кто там, как его зовут? Нет, Ашимов, да, Ашимов вроде, да? Да, да, вроде, да, 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 есть такой у нас боец. Ну, то есть, ты пока, ну, не следишь, не знаешь, что из нас там, наших бойцов, кто действительно идет хорошо и перспективный, и такой вот подающий надежды, правильно? Ну, Казахстан, вот, как его, Ашимов, вот, Арман Ашимов, да, Арман Ашимов. Да, который бросал вызов. Он хорошо, Асу тоже хороший. Ну, блин, Асу, то, что в последний бой, надо чуть-чуть, думаю, поменять тактику бою. Думаю, надо работать первым номером, агрессивно. Хорошо. У него уже чуть-чуть много любительской техники, думаю, надо чуть-чуть ему поправить. А так у него, ну, я за ним давно не облюдаю, база хорошая, и крепенькие, и ударки. Просто чуть-чуть надо перейти на профессионалов. Вопрос следующий. Все интересуются буквально практически каждый третий вопрос по поводу гонорара Fight Nights. Каков он и оправдывает ли твои потраченные финансы, средства на подготовку к бою, твой гонорар за бой? То есть, потраченные деньги и то, что ты получаешь, оно оправдывает или нет? Ну, блин, если честно, конечно, до этого то, что я зарабатывал, не хватало мне. Ну, сейчас вот после боя Артура, ну, много что изменилось, и гонорар поменялся, и, ну, и многие, кто начали помогать, поддерживать. До этого у нас, вообще, у нас, если честно, спонсоров нет, ну, сами вот, чисто вот. Вот у нас ребята тренируют, молодежь на этом зарабатывает. Я сам ничего не занимаюсь, я чисто тренируюсь, мужчина, и живу чисто на гонорарах. И мои друзья там знакомы, кто, как может, по возможности помогает мне, поддерживает. Следующий вопрос от нашего подписчика. Вячеслав Устус спрашивает, твой рабочий вес 57, сколько килограмм ты гоняешь перед боем? Ну, до 14 килограмм сам вешу, 7,79. Ну, и гоняешь. Ну, и вот, напоследок вопрос хотелось бы задать тебе. Как ты оцениваешь шансы Хуата Хамитова против Алибекова в этом бою? Ну, думаю, 50 на 50. Ну, Хуат сам тоже сам опытный боец, и у него сам тоже соперник очень сильный. Я видел этого Алибекова, я тоже с ним бывал, в одном карте с ним дрались с этим Алибековым, с соперником Хуата. Он, если честно, очень огромный, для своего 70 килограмм он очень большой. Он и высокий, и широкоплечий, вообще на 70 килограмм он не похож, он на килограмм 90 точно весит, если не больше. Ну, и напоследок, последний вопрос для тебя, Жалгас. Как ты отметил свою победу над Артуром Багаудиновым? Что вы делали после боя? Как отмечали? После боя скидса, да, ну и так, друзья им посидели в бане, пригласили там, посидели, покушали, так сильно не отмечали, если честно. Потому что ты испортил, мне кажется, все их планы, все планы Fight Night на финал. Честно, думаю, там все в шоке были, потому что даже, ну, вообще даже, мне должны были интервью спрашивать, там, должны были вытащить финалистов, короче. Вообще никто ничего не сказал, у всех все потеряны, вообще в шоке. Ну, это понятно. Ну, если честно, там много кто пришли казахов болеть за меня, вижу, я сам в шоке был, столько казахов было, вообще. И сами россияне, и сами дагестанцы, много кто за меня болел, там, после боя, много кто подходил, позавлял, там, вообще. И до сих пор по сей день пишут. Ну, да. Очень приятно то, что болеет за меня, так вообще, рад, вообще, весь на эмоциях. Не ожидал, что так все случится, вижу. Всем хотел бы сказать спасибо большое, что поддерживаете. Ну, буду ничего стараться, не подводить тех. Потому что, мои возможности, сделаю все, чтобы забрать этот поезд. Твой бой будет в Казахстане, в Астане, какого числа, скажи нам, против кого, чтобы мы... 19 мая, 19 мая. 19 мая в Астане против... Шаха Джек. Это уже будет бой, финал, бой за титул, правильно? Да, да, ага, да, да, да. В рейтинге третьем стоит, после него я иду, короче. Все, хорошо, мы желаем тебе удачи, Жалгаз, будем следить за твоим, за всеми твоими... Спасибо, благодарю вашей группе, спасибо большое. Я постоянно за ним наблюдаю. Да, 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 очень приятно. Очень хорошо, перспективно, глупо, спасибо вам. Спасибо тебе, удачной тренировки, счастливо, Жалга, спасибо. Все, брат, хорошо, Жалга. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...